МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги выборов в Госдуму, за кого больше голосовали в Татарстане и в России, и обнаружили ли нарушения. А сколько было жалоб? А сколько было вот этого? А выборы не бывает без жалоб. В Татарстан пришел сезон ОРВИ. Чем отличается от своих предшественников новая инновационная вакцина от гриппа? И почему вдруг в России образовался дефицит лекарств против ковида? Резкий рост заболеваемости, повсеместный, позволяет угнанцу в закупках за таким количеством препаратов. И снова финика. Почему Кирилл Доронин и Ильгиз Шахиров вновь предстали перед судом, что они сказали следствию и что их теперь ждет? Почему именно меня обвиняют в решении? Мне непонятно причину его сдержания. Шесть человек погибли, десятки пострадали в результате стрельбы в Пермском университете. Эта новость на этой неделе в прямом смысле возбудоражила всю Россию. И, конечно, особенно Татарстан. Не прошло четырех месяцев с нашей казанской трагедией, как снова повторение. Итак, что произошло в Перми? Смотрите сами. 18-летний Тимур Бекмансуров, одетый во все черное, с черной каской на голове, пришел в образовательное учреждение с ружьем и устроил беспорядочную стрельбу. Спасая свои жизни, ученики выпрыгивали из окон, а сам стрелок получил тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации. Ему делают операции, а сразу после начнется его допрос. Какой-то ебанец стреляет. Чувак, а застрелили? 18-летний Тимур Бекмансуров начал стрелять еще на подходе к Пермскому университету. На улице в парке он ранил прохожего. Выстрел услышали студенты. Многие сразу поняли, что к чему, поэтому начали спасаться, выпрыгивая из окон. На пути стрелка встает один из охранников вуза. Тимур Бекмансуров выстрелил в него дважды. Второй раз был контрольным, после чего пошел по зданию университета и начал стрелять во всех, кого видел. В социальных сетях вуза появился призыв забаррикадироваться в аудиториях. Зачастую первыми на места разных преступлений обычно приезжают инспекторы ГИБДД, а не полиция, вопреки убеждениям многих. Дело в том, что, как правило, они работают где-то поблизости и просто волею случая оказываются на месте раньше правоохранителей. Так получилось и в этот раз. После нажатия тревожной кнопки первыми на место приехал наряд ДПС. Инспекторы оформляли ДТП неподалеку от университета. Один из них, Константин Калинин, произвел несколько выстрелов нападавшего и обезоружил его. Окрикнув я ему «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнецельное оружие. Подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патронный нож в сторону, и после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь. После случившегося и Константина Калинина, и его напарника, старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова, уже представили госнаграду. Но вернемся к стрелку. Многие нашли массу совпадений пермского убийцы с нашим татарстанским Ильназом Голивеевым. Парень и сам подтверждает, казанская трагедия во многом, цитата, сыграла на руку. Вот что он предусмотрительно написал на своей странице в соцсетях. «Инцидент в Казани, можно сказать, сыграл мне на руку. В тот же день, 11 мая, если верно помню, был звонок с Росгвардией. Мне сообщили, что в связи с поступившим сверху приказом, сегодня ко мне придут сотрудники для повторной проверки условий хранения оружия. Придя и заполнив все бумаги, мне также сняли номера с оружия, благодаря чему мне не пришлось ввести его в ЛРО. Разрешение мне выдали позже даты выдачи, указанной на лицензии. На ней указано 22 мая, хотя забрал я ее 27 мая, как раз после начала каникул в школах. Возможно, они решили подстраховаться на всякий случай. И в этой связи сами собой напрашиваются сразу два вопроса. Почему в России так легко можно получить разрешение на оружие, а потом так легко его приобрести? Ведь, по сути, ну зачем давать в руки ружье тем, кто едва достиг совершеннолетия? Ильна Зугулевиеву было 19 лет, Тимуру Бекмансурову 18. Там очень большая скорость взрывных газов, то есть заряд больше, намного. И пуля с большим весом вылетает намного мощнее. В первую очередь необходимо победить в коррупцию вообще у нас в России. Уровень коррупции у нас очень высокий. Однако это не совсем так. Как написал сам стрелок перед кровавой расправой, он прошел все необходимые тесты. Вот только не честно, а обманув систему. Ответы на тесты он узнал заранее правильные. Такие, которые дал бы человек здоровый. А потому винить во всем врачей сложно. Результаты-то были в норме. И вот здесь снова встает ребром вопрос о самой возможности получения оружия молодежи. Несмотря на то, что сразу после трагедии 11 мая Владимир Путин поручил правительству внести поправки к федеральному закону об оружии, вступят они в силу только через год с момента принятия. То есть 29 июня 2022 года. Начиная с этого момента, выдавать лицензии на покупку гладкоствольного охотничьего оружия будут только с 21 года против 18 сегодняшних. И такие поправки, казалось, напрашивались давно. По данным Росгвардии, на сегодняшний день в России более 3 миллионов 600 тысяч владельцев оружия, на руках у которых, только вдумайтесь, 6 миллионов 300 тысяч стволов. Не может не радовать тенденция к снижению. Всего три года назад и владельцев оружия, и оружия было на 300 тысяч больше. Куда за три года делись 300 тысяч обладателей, остается только гадать. И уже в начале недели были озвучены результаты выборов в Госдуму. Сначала поговорим о явке избирателей. В Татарстане она составила 78,92%. По России показатель, что ожидаемо ниже – 51,68%. По данным Центра избиркома, 5-процентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, в этот раз преодолели Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия за правду и новые люди. Если конкретнее, то Единая Россия в выборах победила. По стране ее результаты – 49,82%. В Татарстане разительно больше – 79%. Далее идет КПРФ – 18,93% в России против 9,64% в республике. У ЛДПР – 7,55% в России и 2,82% в Татарстане. Немного меньше у Справедливой России. За правду – 7% по стране и чуть больше 2,5% в Татарстане. Новые люди набрали 5% голосов в России и чуть больше одного в нашей республике. Если сравнивать показатели предыдущих думских выборов, то Единая Россия потеряла около 6%, а вот КПРФ улучшила свои показатели в два раза. Чуть лучше результат показали все те же справедливороссы с либерал-демократами. А вот бывшие в 2016 году третьими коммунисты России потеряли 1,69% в нашем регионе. Я, например, совершенно не ожидал вчера тех цифр, которые были озвучены по голосованию в ковид-госпиталях. И такое голосование состоялось. Всего проголосовало 298. А вот в одномандатных округах самые высокие показатели у профессионалов депутатского корпуса страны. В Нижнекамском Олег Морозов набрал более 72%, в Московском округе Эльдар Гельмудинов почти добрался до 71%. А вот сложнее всего пришлось Марату Нурееву в Центральном округе. Без малого 57% голосов. Что же касается беспорядков, то официальные нарушения, влияющие на ход голосования, в республике не зафиксировали. За три дня выборов в ЦИК поступило 52 жалобы, но большинство не подтвердились. Произошло 19 кратковременных неполадок в системе видеонаблюдения, но это нормальное явление. Статистическая погрешность, указал председатель ЦИК. Холодная погода все-таки дала о себе знать. В Татарстане наступил сезон ОРВИ. Помимо коронавируса в этом году, врачи ждут и традиционного гриппа, и ОРЗ. А уж если они сойдутся в так называемую микс-инфекцию, когда одновременно у одного человека протекают как грипп, так и ковид, шансы на благоприятный исход уменьшаются в разы. Медики рекомендуют сделать прививку от гриппа всем, а особенно тем, кто находится в группе риска. К ним теперь добавляются и те, кто переболел ковидом. Врачи напоминают, если прививка от коронавируса еще не сделана, то сначала нужно сделать ее, а уже через месяц можно поставить вакцину и от гриппа. Новая коронавирусная инфекция, вы знаете, что подавляет иммунитет, выводит из строя многие органы, системы нашего организма. Поэтому переболевший коронавирусной инфекцией человек становится крайне восприимчивым ко всем другим инфекционным заболеваниям, прежде всего гриппу. Ну и, кстати, о новой вакцине от гриппа, которая является сейчас своего рода гордостью создателей. Такого еще не было. Препарат четырехвалентный и направлен на борьбу с четырьмя штаммами гриппа. А, Б и его подтипами. Он не содержит живого вируса и каких-либо консервантов. Партия этой вакцины завезена в Татарстан в ограниченном количестве. Как только она закончится, врачи будут вводить Савигрип, как и в прошлом году. Обычно хорошо, легко переносится. Впоследствии побочные реакции, как и при любых других прививках. Легкое недомогание, небольшое першение, небольшая температура до 38, ломота в области введения, небольшая краснота. Бывают не у всех эти побочные реакции, но мы о них все равно предупреждаем. Обычно за один-два дня самостоятельно проходят без каких-либо вмешательств. Подъем заболеваемости у РВИ и гриппа врачи прогнозируют по традиции в январе и феврале. И напоминают, если сделать прививку сейчас, тогда организм успеет выработать иммунитет. А в России тем временем не хватает препаратов от ковида для тех, кто лечится на дому. Об этом на неделе заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, который отметил, что у них бесплатные лекарства будут выдавать только остро нуждающимся. Подтвердили нехватку и в Минздраве Татарстана. И пока в Москве ищут пути решения проблемы, татарстанцы вынуждены тратить по несколько тысяч рублей на медикаменты. Болеть оказывается очень дорого, потому что кроворазжижающая стоит 4 тысячи, противовирусная 5 тысяч. Бесплатно выдавать препараты от ковида в Татарстане начали еще в ноябре прошлого года. На тот момент из 12 препаратов были перебои только с поставкой двух. Но потом все нормализовалось. Доставляла антиковидные препараты больным на дом большая армия казанских волонтеров. Но, как утверждают наши собеседники, переболевшие коронавирусной инфекцией этой зимой, часть препаратов им приходилось все же докупать самим. Антибиотики и кроворазжающие покупали. Ну, дорого. Ну, тысяч 10, наверное, ушло. Врачи приходили, выписывали лекарства. Я курьем заказывала, покупала. Из ковид-центра привезли лекарства. Да, или квиз. Да, обещали, две пачки привезли, одну пачку. Ну, и то хорошо, спасибо большое. Но вот с наступлением осени ситуация с доставкой бесплатных препаратов стала ухудшаться. Видимо, заболевших стало больше, что, впрочем, было ожидаемо. Препараты для лечения ковидово-амбулаторных условий мы получали с федеральным решением. И в настоящее время этот вопрос на федеральном уровне рассматривается. Мы очень надеемся, что в ближайшее время вопрос будет решен положительно. В Минздраве Татарстана сообщили, что накануне уже состоялся разговор с руководством федерального ведомства. И там обнадежили, что в ближайшие дни проблема дефицита препаратов будет решена. И, кстати, даже несмотря на такой дефицит, работы у тех же волонтеров меньше не стало. Изменился лишь привычный состав препаратов. В основном это и гриппферон, и орбидол. Последний, к слову, Минздрав России убрал из рекомендаций по лечению ковид в группах риска. Здесь появилась пометка, что при возможности организации лечения в дневном стационаре следует, цитата, рассмотреть альтернативное этиотропное лечение. Пояснений в Минздраве пока не дают. Напомним, что орбидол называют одним из популярных противовирусных препаратов. Однако некоторые критики сомневаются в его эффективности. Финика не сдается, пока единственный официально задержанный основатель пирамиды Финика вновь на этой неделе оспаривал свое право выйти из СИЗО до суда. Вахитовский районный суд во вторник принимал решение о продлении ареста Кириллу Доронину. Сам он, как и три его правозащитника, настоятельно просили заменить содержание под стражей на домашний арест. Как настроение, настрой? Вы похудели? Да, у меня много свободного. У меня много свободного. Времени свободного у основателя очередной пирамиды и правда много. Со дня ареста 30 июля этого года ему больше не нужно думать о финансовой составляющей жизни, своей и своих вкладчиков, за судьбу которых Кирилл Доронин переживает так настойчиво, что уже несколько раз предпринимал попытки выйти из-под стражи. Но ни Вахитовский, ни Верховный суд предпринимателя на волю до суда не выпустили, чем очень его расстроили. На этот раз, помимо заботы о вкладчиках, свое желание вырваться из стен СИЗО, Кирилл Доронин объяснял тем, что он не только предприниматель, но еще и отец и муж. Вот-вот он должен стать папой в третий раз. А младшему сыну нет и двух лет. Однако следствие посчитало иначе. Более того, здесь уверены, что находясь вне стен СИЗО, Доронин может скрыться от правосудия, поскольку по месту регистрации он не живет, а кроме российского паспорта имеет еще и заграничный, за гражданством Турции. Доронин за все время предварительного расследования предпринимал какие-то попытки скрыться, уклониться, не прийти на следственные действия без уважительной причины, продать свое имущество. Все это, однако, своего действия на суд не возымело. И после получасового раздумья Кирилла Доронина оставили в СИЗО до 28 ноября. А уже на следующий день в тот же самый Вахитовский районный суд с тем же самым намерением доставили вице-президента компании Финика Ильгиза Шакирова. Две недели назад подозреваемого в крупном мошенничестве задержали и заключили под стражу. По некоторым данным, Шакиров привлек в Финика не менее 100 тысяч вкладчиков. В МВД уже насчитали порядка трех тысяч заявлений от людей, которые в совокупности вложили в компанию 250 миллионов. Я никогда никого не призывал, потому что я только рассказывал о финансовой грамоте, соответственно. То есть ничего такого не осуществлялось. Обвиняемый рассказал, он простой предприниматель и никогда никого не вовлекал в финансовую пирамиду. Однако, по версии следствия, Шакиров занимал пост личного помощника организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Финика. С помощью сайта он принимал криптовалюту от клиентов и агитировал их сделать вложение в сомнительную схему. Смотрите сами. В своих красочных видеосюжетах Шакиров показывал красивую жизнь и обещал, что такое будущее ждет каждого вкладчика. Люди, разум которых затмевали такие сказки, брали деньги в кредит, продавали все имущество и отдавали буквально последнее. А в какой-то момент просто остались ни с чем. Большая задача сегодня включить поисковой процесс, потому что я хочу поделиться такими вещами. Для меня это тоже тестировали. Включать мозги, как призывал Шакиров, никто, судя по всему, не спешил. Вкладчики даже не проверили, что компания не имеет лицензии Центробанка, что не позволяет ей работать с деньгами. Следствие уже удалось арестовать звезд Финика Кирилла Доронина, Дюйну Габдулину и Лилию Нуриву. Эдвард и Марат Сабирова, а также Зыгмунд Зыгмундович до сих пор находятся в розыске. Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на открытых интернет-ресурсах. Причем, как сейчас уже абсолютно точно известно, вкладывалась в Финика по сути вся страна. Заявления в полицию поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Сумма ущерба вкладчиков варьируется от 100 тысяч до 81 миллиона рублей. Свою вину, как известно, все причастные отрицают. Вот и Ильгиза Шакиров пока не понимает, почему вдруг на него все ополчились. По сути, он ведь не организатор, а только зазывала. Так или иначе, пока предприниматель делал вид, что не понимает, как оказался под следствием, суд посчитал необходимым продлить арест еще на два месяца, до 28 ноября. Впрочем, как и Доронину. Вот такими были главные итоги рабочей недели нашей республики в числах. Это была программа Дайджест новостей. Это Татарсан в цифрах. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин